привет друзья с вами владимир сегодня я уже нахожусь в анталии в отеле барут лара классный отель это чувствуется только переступаешь пару ну не об этом в этом видео смотрите я проводил эксперименты замера температуры водички начиная си д потом билет потом кемер непосредственно и теперь давайте еще померяем и лари в анталии в общем мерил я термометр этим мишкой это германский электронный термометр и сейчас он показывает 26 градусов у меня еще есть в принципе обычный термометр температуру нашей катюшки в общем давайте не будем тянуть время и опускать эти термометры водичку смотрите водичка не водичка ухты короче придется мне это все дело держать в руках так было 26 и сразу опустилась на 25 стоп я за датчик взялся на дальше так взяться ребят сразу говорю что очень сложно это все делать потому что очень большая волна смотрите вот видео не выключаю так сразу давайте посмотрим время на часах а на часах у нас 18 26 и температура водички моментально опустилась до 23 градусов вопрос был одного из я не знаю короче подписчиков не подписчиков я неправильно меряю посмотрите на эту волну ребят как я могу мерять на глубине один метр минут пять да это можно сделать у меня реально на это нету времени поэтому такие такой комментарий извините но я не считаю сильно объективным такие волны и как я буду мерять на глубине один метр температуру водички ответьте пожалуйста этому аккаунту или как это назвать кто писал этот комментарий дальше смотрите что мы имеем имеем уже 22 градуса давайте вспомним какую температуру воды мы имели в других регионах значит блин камера скоро утонет ладно в седэ у нас была температура водички 23 градуса в белеке водичка была 24 градуса в кемере водичку нам показала 24 градуса я был очень удивлен и что я хочу вам сказать почему потому что я всегда думал что все таки в алании в седэ там водичка должна быть теплее ну учитывая то что я меряю воду в каждом регионе последующем дне то есть вчера это я не делал а делал позавчера в кемере потому что вчера я там ну был занят и относительно у меня не было времени это сделать температуру водички я меряю примерно в одно и то же время то есть 18 часов 20 минут 30 минут примерно так я попадаю на пляж потому что целыми днями я инспектирую отели что еще значит когда я производил замер водички температуры водички в кемере ну вода была очень спокойно волны почти не было тут сейчас очень такая нормальная волна в анталии в седе и в белеке волна была но не такая сильная плюс тоже то что я заметил что с каждым днем с каждым днем встает жарче и жарче на воздухе то есть на солнышке не водички поэтому осмелюсь предположить что и вода с каждым днем она прогревается но из того что я вижу именно сейчас именно сегодня вода опустилась буквально сразу до 22 градусов в анталии но я предполагаю что это связано вот с такой вот сильной волной мы конечно сейчас выдержим всю эту пистопеду с волнами с этими термометрами и посмотрим какой будет результат я имею ввиду надо минут пять чтобы этот термометр побыл под водой и естественно как бы я это видео не останавливаю а видео будет целое чтобы вы не думали что я кого-то обманываю хотя мои туристы знают что ну самой объективной информации вряд ли где-то еще они найдут в общем давайте сколько время ну давай показывайся ты где ты я уже весь мокрый 1830 было 18 я не помню 26 или сколько да я на секунду бывает вытаскиваю руку с этими термометрами из водички но я не думаю что за эту секунду что-то изменится потому что друзья ну по-другому термометры нафиг уплывут в море вот никакой эксперимент не получится когда я достану это все из водички то конечно все прокомментирую но как вы видите нужно немножко потерпеть по крайней мере мне мне ну и вам тоже немножко нужно потерпеть если бы волны такой не было конечно было бы проще все вам рассказать некоторые моменты нюансы у дать ответы на некоторые вопросы мне бы это было легче но буду отвечать на ваши вопросы в отдельном видео потому что мне очень понравились вопросы некоторые допустим в принципе хорошие объективные некоторые я не знаю почему-то они написаны в таком формате но в любом случае спасибо что даже вы такие пишите вопросы вот волны конечно очень сильные ну как сильные допустим для меня это не сильные волны а вот если с детками купаться плавать такой водички мне кажется ну мамочкам было бы страшно но опять-таки не каждый же день такая волна и вот тоже что я хочу вам сказать допустим днем я сегодня был нескольких отелях вот на пляже и такой волны волны вообще не было но это было в кемере даже не в кемере а это был генюк и бель дебе так сколько 32 минуты по моему мы в 26 начали друзья мне кажется что можно уже доставать термометры и смотреть на результат так давайте встанем так что вам было видно и так мишка электронный германский термометр показывает 22 градуса водичку смотрим на второй ребят ну этот механический он очень очень ну как механический ртутный он очень очень старый это еще нашу катюшку мы с ним купали и замеряли водичку значит тут ну примерно 22 23 он показал давайте покажу вам два вместо 22 мишка германский электронный 23 где-то ну тоже 22 23 даже 22 с половиной тут уже отделение стерлись до 22 с половиной если точнее посмотреть показывает этот ртутный так сейчас я кину карман смотрите ребят ну я мокрый полностью от майка мук мокрый я зашел по пояс а волной меня накрывала с плечами один из комментаторов написал я неправильно меряю температуру воды отвечаю именно конкретно на этот комментарий как можно сделать это по-другому напишите пожалуйста это в комментариях если я что-то делаю неправильно неправильно я произвожу замер тут особенно этот человек который это написал как я могу сделать по-другому вот волна я зашел по пояс меня накрывает по плечам волной я ведь мог и и он пишет что нужно мерить на глубине один метр как я это сделаю на глубине один метр пять минут я буду держать этот термону да он плавает на дне вот то есть принципе все равно этот замер температуры имеет некоторую погрешность и это некоторая погрешность друзья именно в том что я делаю замер ну один замер в один день в разных регионах и соответственно как я вам и говорил что водичка за это время я думаю по любому прогревается вот на минимум там пол градуса может один градус ну плюс-минус но учитывая вот такую вот волну то конечно же водички по-любому будет снижаться поэтому плюс-минус это все относительно и средняя температура водички по состоянию на сегодня у нас какое-то число 10 мая 2021 года я думаю где-то 22-24 градусов и с каждым днем она будет все теплее и теплее так что ребята велкам турцию на отдых цены просто бомба сейчас по ценам что я вам могу сказать да не могу я вам ничего сказать потому что я сейчас не смотрю эти цены не смотрят мои коллеги вот и говорят какие цены сейчас цены это просто сказка ребят вы по таким ценам июне не отдохнете я вам сразу говорю и в июле в августе вы по таким ценам не отдохнете да возможно еще что-то по ценам будет там интересные в конце сентября начала октября к ноябрю вода будет однозначно теплее комфортнее это все будет да но какие будут цены осенью я не могу вам сказать все зависит от разных ситуаций от нестандартных которые происходят в нашем мире чуть ли не каждый месяц какая-то там я эту коронавирус то локдаун то нато заплыл в черное море все россия сняла нафиг полетную программу турцию и цены обвалились все что угодно может произойти давайте так рассуждать ребят у вас есть бюджет на отдых вы сейчас в вашем бюджете на отдыхе можете получить но грубо говоря на 70 процентов больше и выгоднее услуг и отдыха чем вы можете позволить себе это допустим в июне июле или август тем более что температура вот днем вообще бомба не очень жарко мне очень некомфортно работать турции попробую нарисовать бы фотографию как меня коллеги поймали на рабочем месте это была крутая фотография мне она очень понравилась вот это это жарко не как ну работать не жарко туристам отдыхать днем я думаю нормально если завтра будет у меня время я пообщаюсь с кем-то из туристов и покажу вам это все в видео пускай кто-то оставит этот отзыв еще раз что мы имеем по воде я вам все показал все объяснил это был последний эксперимент в этом моем заезде уже скоро я возвращаюсь в украину и там пойдут полноценные длинные обзоры касательно моих коротких обзоров ну не обзоров таких промо-роликов которые вы видите в вертикальном формате ребят я постоянно в движении вот в отеле и грубо говоря я там мало нахожусь времени и большинстве отелях то есть интернет он обрезанный соответственно ребят большие ролики я просто не могу прогрузить за это короткое время вот и получается то что вот был я в килике и пелос гюню я звоню по им по месседжеру нормально меня семья видит я их вижу ну как бывает кубики изображения сыпется но мы друг друга слышим я отправляю сообщение все нормально картинку отправляю картинка не проходит видео я грузил 10 минут на youtube сутки это при том что у меня два телефона я один телефон оставил чемодане на подключенном вай фай и видео грузилась в youtube я приезжаю видео не видео вай фай отвалился видео перестала грузиться поэтому оперативные ролики они будут короткие и извините но они будут такие тем более что мне будут все равно помогать мои друзья знакомые коллеги которые я все равно будут тут на месте в турции пока я буду работать в украине все равно я с ними буду поддерживать связь все равно они мне будут помогать подсказывать ну и принципе как бы мои туристы конечно будут знать в принципе все интересующие моменты по будущему их отдыху друзья эксперимент закончили спасибо всем за внимание жду ваши вопросы в комментарии под этим видео и ваши отзывы пишите я буду обязательно их читать не забывайте за форум туристов фейсбуке ссылочка на эту группу будет в описании к этому видео переходите пересоединяйтесь делитесь вашим вашими фото видеоматериалами с вашего отдыха с вашего с ваших путешествий давайте друг другу помогать поддерживать подсказывать ну и не забывайте подписываться на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео и за колокольчик чтобы не пропускать новые видео обзоры на моем канале будете поддерживать меня будет больше полезного для вас видео материала спасибо вам за внимание и за ваши просмотры лайки и комментарии до новых встреч пока пока